Несколько слоёв защитного костюма, две маски, перчатки, очки. Без опознавательных знаков Алексея Цыденова не узнать. Он пришёл в реабилитационное отделение госпиталя ветеранов войн, чтобы проверить, как обустроили 50 ковидных коек. До этой недели на Верхней Берёзовке был обсерватор. Здесь нет масла, баксоны. Изначально не было 9-х штабов, или вы сами сняли, готовились? Мы сами, как обсерватор, отбыл, тут санктина нельзя, вы не шутите. Это мы не убрали, когда обсерватор будет. Условия более чем комфортные, есть все удобства. Отделение уже принимает больных, как из города, так и из районов. Всё нормально вкусно? Нормально? Да, уже. Вы нас откуда прибыли? В Сибородинске, в Сибородинске. А? В Сибородинске. А где зародились? Там живём, окей. Принять больных с завтрашнего дня готовы и в детской клинической больнице на Мадагуево. 60 мест здесь уже готовы. Врачи прошли обучение. Маленьких пациентов временно переведут в новый корпус на проспекте строителей. За прошедшую неделю 110 дополнительных мест было развернуто. Ещё в ближайшее время мы планируем к разворачиванию 353 мест. В том числе в этой больнице будет создано 60 мест для больных коронавирусом. Это и дети, и взрослые. Также 50 коек развернули и в детской городской больнице номер 4. В ближайшее время 100 новых мест появится в Республиканской гинекологической больнице и в отделении при РК Здоровье. Ещё 93 в кожно-венерологическом диспансере. Сейчас в республике насчитывается 1022 койки, 700 из них занято. Мария Кравцова, Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова